здравствуйте сегодня я буду дописывать свой зимний пейзаж это был первый пейзаж который я рисовала не так давно с начала земли сначала сначала земли с начала зимы теперь он у меня высох вот это основа сделано было под световые здесь теневые и теперь я буду рисовать световые значит я в световые буду добавлять желтый цвет и поэтому мне пришлось высушить вот синеву чтобы она с желтым смешиваясь не дала мне зелень значит я хочу желтые выбрать охру желтую потому что вот я смотрю на эту желтизну она мне даже знаете вот не столько желтая сколько бледно бледно бежевая какая-то вот желтизна вот это такое солнце очень спокойно на этой картинке поэтому я буду применять охру я здесь надо немножко просто сбить белизну у белого рисую я масляными красками разбавляю маслом льняным вот видите я окунула чуть-чуть получилась такая желтизна очень красивая какой очень такой цвет хороший она желтая она прямо даже можно сказать как-то слегка лимонная но она не яркая она не желтит так сильно такое будет у меня солнце мне нужно дать лучи значит я буду лучше делать по форме звезды смотрите как вы делаете вот так крест на крест растягиваете только должно быть четко вертикально и четко и горизонтально и дальше растягиваете еще делите как бы у вас получается под 45 градусов тоже четко видите можно еще эти углы делить только вы делаете вот эти лучи разного размера они не должны быть уж очень четко одинаковые по длине очень красиво смотрится когда вот эти боковые хорошо вытянутые лучи но вы должны эти 45 градусов четко выдержать битьев я сейчас вот здесь слегка их под растушую собью с них такую ровную полосочку сделаю их немножко такими как бы размытыми краями немножко лохматенькими но тоже тоже по направлению вот самого выхода луча и значит вот смотрите я чуть чуть его завернула ниже и уже я вижу что он не по не по горизонтали в общем должно быть четкая вытянутая вытянутость такая вот я их так растушевала видите ну и солнышко тоже края растушевал теперь я дам серединку еще светлее ну сначала этот желтый у меня здесь лежит и теперь я могу сам сам орел солнце сделать белым теперь смотрите какая-то часть перекрывается ветками лучей какие-то лучи выходите выходят какие-то не выходят вы должны решить какие из лучей будут у вас перекрыты и именно эти лучи будут вам давать тень от деревьев значит здесь я рисовала ультрамарином я сейчас ультрамарином себе здесь подкрашу само дерево вот смотрите смотрите какой из лучей я перекрою и этот например этот выйдет этот выйдет это тоже спрячется у него лучи останутся но они будут за веточкой здесь он пробежал на веточки видите теперь я должна прищуриться посмотреть каких лучиков мне не хватает и куда мне не хватает еще длинного вот здесь луча здесь по длине и поярче почему художники прищуриваются или отходят от картины им нужно видеть весь объем как это смотрится не в деталях а в цветовых пятнах и вот когда например я прищуриваюсь я вижу не детали они у меня исчезают такие мелкие детали но остаются цветовые пятна вот вы так на свою картину прямо сусти сусти глазки совсем и чтобы вывод в самую сама в самая вот темность уже начала появляться и вы тогда увидите как у вас сверкает здесь солнышко и вы можете подправить там где вам не хватает яркости вы можете добавить видите как получается интересно здесь можно под линейку рисовать ничего в этом нет страшного тут все высохло если вот от руки тяжело линейка пожалуйста помогает очень я вообще сторонник этих всех инструментов линеек там циркуль и все что вам пригождается все вы должны использовать ведь не даром это все изобрели правильно зачем же не пользоваться такими прекрасными изобретениями так теперь делаем контражер что здесь будет я буду рисовать только этим цветом что будет здесь в контражере я сейчас проведу а потом растушую слегка это я намечаю контражер здесь все дерево должно быть такого здесь должен идти причем контражер бывает как и сверху так и снизу невзирая на то что у вас там теневая он как бы светит все дерево обрамляет снизу и сверху все веточки но веточки которые находятся в кругу от солнца вот вы представляете куда вот ваш лучик сюда ударил значит тут должно быть куда лучик удаляет ударяет сюда значит здесь должно быть что такое контражер это то что вы глазками смотрите на солнышко солнышко и все которые между вами и солнышком стоять предметы для вас будут в контражере света то есть свет будет сзади предмета но впереди вас в общем предмет будет стоять так смотрите как красиво дальше смотрим куда распространяется лучики туда будем рисовать и световые на здесь на земле не знаю ли тюбик мне такой попался очень красивой охры уже сколько я пишу картин с такой краской не перестаю и не перестаю ей восхищаться какая красивая краска а а а а а а а Теперь я немножко растушую, растушевывая я немножко делаю мягче образ. Можно растушевывать, можно не трогать, но нужно прислушиваться к себе. Если вам хочется это делать, значит нужно сделать. Теперь вот смотрите, ведь дерево это же не просто дерево, мы должны сделать контуры и внутри. Солнце на него светит и там снутри тоже. Это же не значит, что вот если стоит объект, и мы здесь нарисовали солнце, то мы только эту часть объекта раскрашиваем. Мы его должны раскрашивать вот так. Ну если, например, показывать на краске, вот это вот дерево, вот оно стоит вот так. Солнце светит ему вот сюда. Значит я сейчас окрасила вот это солнечными лучами, но ведь оно светит ему вот так. Значит смотрите, вот моя ладошка это солнышко. Смотрите, что я должна окрасить. Весь контур дерева так. Значит внутри тоже должно быть кое-где. Пусть будет меньше, потому что у дерева есть тоже преломление нашего взора, но кое-где должно просвечиваться. Вот на вот это преломление, вот мы когда смотрим, солнышко имеет луч ведь тоже такой преломляющий, то у него вот здесь вот края должны тоже поблескивать. Хотите это будет это уже вам решать, но оно есть. Вот здесь будут только кончики. Сейчас мы контражер этих двух деревьев разбираем. Значит по стволу пройдет внутри, можно не везде рисовать, но кое-где дать, кое-где должно быть. Это будет контражер, но это будет акцент этого света. Видите, как загорелось прямо дерево, как будто я его огоньками новогодними разгросила. Вот если вы прищуритесь и вы подумаете, где вам еще хочется поставить, где хотите, чтобы оно блеснуло и там сделаете. Это рисование такое, знаете, больше пятнами, больше такое на интуиции идет. Вот здесь вот я хочу, чтобы вот оно прямо под елкой сверкнуло, потому что сюда я дам тоже световую и, возможно, где-то еще подрисую, где мне нужно будет. Такое, знаете, слегка размытенькое свечение. Пусть будет там почетче, а тут понежнее. Цветом могу ярким рисовать высушенная территория. Теперь вот следующий ряд деревьев. Следующий ряд стоит у меня закрытый вот этими елками. Если вот по направлению так думать, то все равно вот она тень, значит, она тут перекрывает почти все. Но я не могу его оставить без световых, поэтому от солнца я блики нарисую только по краю. Ему попало чуть-чуть. Вот так по стволику тоже чуть-чуть. Чтобы сильно не было здесь, вот, знаете, как-то постненько, ну, я так несколько бликов кину прямо точками. Они очень смотрят все эти точки, как будто горит здесь что-то, вот, какие-то фонарики. Ну, какая сила получается. То же самое у меня идет и с вот этим деревом. Оно стоит примерно в одном, на одной полосе, значит, они должны быть примерно одинаковы, потому что центр у меня все-таки почти в центре, ну, я имею в виду солнце в центре. Значит, вот в этой же манере я буду рисовать и на этом дереве. Ореол дерева выдам четкий. Ну, вот как здесь, ореолом. И внутри дам поблескивание. И также немножко растушую вот этот ореол. Значит, чем ближе к светилу, тем будет четче и сочнее рисунок. Чем дальше от светила, тем будет луч более размытый. Здесь, конечно, много я сделала, но не страшно, я могу удалить. У меня есть для этого ватные палочки. Немножко удалить яркости. Вот так. И по стволику. Я все время прищуриваюсь, объединяю пятна. Так, теперь, значит, у них там такого очень-очень скромно, скромно. У меня, конечно, здесь поярче все это выдалось. И я еще сделаю теперь только на световых наверху, на кустах. Вот где бы я решила, что сюда упадет. Вот так слегка. И тоже больше не передний план, а как бы вот там, задний. Там солнце. Акцент на солнце там идет. Здесь только кончики горят. Сюда более размытый. Светило более четко. Так, осталось мне сделать. И знаете, еще даже может вот хоть и под кустом тень, но так вот сбоку где-то что-то может просвечиваться. Так подает солнце. Так. Тут светится. Тут светится солнышко. Теперь, значит, возле солнца будет наиболее ярко. Вот здесь я должна сделать полосы. Наиболее ярко возле солнца. Тут у меня сделан голубой. Я прокрашиваю только серединку. Потому что я оставляю как голубой, так и белый. Наиболее акцентированно. Только и длинно лучи. По ходу лучей. Видите, вот лучи выходят. И наиболее вот сюда акцент припадает. Значит, перед деревом я сделаю свет. Потому что после дерева уже идет там тень в ту сторону. Видите, перед деревом световая, теневая. Потому что светило перед нами. Сделаю наиболее яркий акцент. И все. А здесь сделаю только точки. Такие нисходящие туда. Чуть-чуть на концах вот здесь, в середине. Значит, немножко буду я взбивать растушевкой цвет по бокам желтых пятен. Вспоминаю. Вот что. Стоит. Вспоминаю и спину? То, что она не взбивает? То можно значит срежиней. Останца. Такие длинно strategic. И фон вот она красиво чуть не так тени как-то понятное дело что не так мне образ важен сам эффект рисования у меня же более все утрированное более ствол видишь от тени идет ствол ровный а это не он тебе неровно у тебя на сужение идет вообще идет на расширение точно здесь значит надо расширить сейчас я расширю вот такая яркая картина у меня получилось этот урок у меня быстрый тут рисовать было немножко смотрите сколько света в картине получилось картина из темное превратилась в очень солнечную но это наверно закат ну вот он такой очень интересный смотрите деревья прям кажется облиты светом правда вот тебе охра а я с вами на этом прощаюсь до свидания до скорых встреч и и